Привет! Ну, в прошлой нашей встрече я говорил, что улица Солянка начинается от Солянского проезда, да, вот, и сейчас мы как раз встречаемся на самом Солянском проезде, который, так сказать, начинается непосредственно на станции метро Китай-Город, вот, и, то есть, о Солянской площади, да, как раз у метро Китай-Город, и идет как раз до улицы Солянка, улица Забелина и Большого Спаса клинического перелома. Солянка так отходит, Забелина прямо, и продолжением идет Солянского проезда, ну, а Большой Спаса клинического, он влево отходит, если так идти от начала и конца этого проезда, вот, проходит он тоже по Басманному и Тарганскому району, как и улица Солянка, вот, и проезд односторонним движением транспорта по двум полосам в сторону Солянской площади, то есть, от конца к началу, предположим, в правиле идет поделенная полоса для движения общества транспорта, от обусов троллейбусов, длина этого проезда всего 100 метров, проезд был назван в конце 19-го, либо в начале 20-го веков, ну, понятно, по улице Солянка и, собственно говоря, по соляному двору, который вот как раз находился вот на пересечении Солянского проезда, вот улица Забелина и вот эта улица Солянка, там как раз в начале, где сейчас находится комплекс жилых домов, там, бывших доходных, там. Вот, ну, фасады зданий в 2015-м году были, в 2015-2016 году, в общем, проезд был реконструирован по программе «Моя улица», фасады зданий обновили, очистили от рекламы тут, раньше тут вся одна из сторон проезда была заставлена автомобилями, ну, они полностью занимались съезд на Лубянский проезд, сейчас парковки на Солянском проезде практически не осталось, теперь автомобили паркуют в основном на Славянской площади, там, в середине, я уже говорил про это. Более проездные работы по улучшению внешнего вида зданий, ну, я говорю, в общем-то, почистили фасады, да, что-то там подправили, что-то отреставрировали, что-то перекрасили, вот. Так что, в принципе, проезд может сохранить неплохо, так хорошо. Что-то домов здесь вообще нету, и все, что здесь числится, это всего, всего два здания нежилых, это торгово-закусочный центр, у него сам перекресток под номером три здания, и многофункциональный центр под номером четыре, ну, соответственно, противоположной стороне. Ну, кроме того, некоторые здания, которые находятся в этом проезде, они относятся, числятся по соседним улицам, ну, соответственно, по Славянской площади, либо по улице Солянка, ну, или по Большому Спасоглиническому, там, одно угловое здание, как в конце этого проезда находится. Вот, ну, и от Солянского проезда и отходит еще Солянский тупик, он проходит до Министерства культуры России, который числится по Китайгородскому проезду, там, 7, строение 2, вот, он отходит прямо непосредственно от выхода, одного из выходов из метро Китайгород, чуть-чуть, буквально несколько десятков метров пройти, и вот прям сразу здесь Плава отходит Солянский тупик. Вот, разведное движение автотранспорта, и свободный пешеходный проход закрыт, ну, кстати, пешеходный проход, в общем-то, еще можно пройти, ну, по-моему, только по будни дням, потому что по выходным там вообще закрыто. Ну, когда работают учреждения, там, в принципе, вроде как пускают, пройти можно, ну, я, по крайней мере, проходил спокойно, в общем-то, ничего не бывает. Вот, а вот и въезда, там, действительно, просто так, это самое, транзитное движение закрыто, только по пропускам, для тех, кто там работает, либо, там, приехал по каким-нибудь делам, то есть, это надо обосновать, там есть шлагбаум, с КПП, так что, по пропускам. Ну, и длина этого тупика всего 150 метров, но забыл он тут, также, когда и проезд, тоже в конце 19-го, либо начале 20-го веков, по Солянскому проезду, к которому он примыкает, ну, все это по улице Солянка. И никаких объектов, в общем-то, Тупику не числится вообще, и все находящиеся на нем здания, здесь все-таки довольно много зданий, справа и слева, да, мы видим, довольно-таки, причем высотных, в общем-то, ну, тем более для центра города, они все числятся по Солянской площади. Ну, и в конце, вот, видите, Министерство культуры по Китай-Городскому проезду. Вот, ну, по одной стороне Тупика находится небольшой скверик такой, с пешеходными дорожками, с одной стороны скамейками, деревьями, кустарниками, газонами, так что можно немножко погулять. Но здесь гулять некомфортно, потому что очень важные персоны, здесь обычно бывает много очень таких значительных людей, поэтому обстановка довольно напряженная. Вот, ну, да, конечно, посмотреть есть, что довольно сохранилось довольно много старых зданий, 19-го, там, в конце 19-го, там, начало 20-го, или, там, первый, даже, третий 20-го века, так что здания здесь довольно интересные. Ну, конечно, многие же реконструированы, там, новоделы тоже есть, понятно, но в основном все-таки здания представляют, конечно, интересные. Вот, ну и такие, в принципе, здесь проблем нет, естественно, про проезд и Тупик, это все метро Китай-Город, выходим, сразу попадаем, и на проезд, и на Тупик, тут проблем нет. Вообще страна, конечно, по тупику не проезжает, а по проезду есть автобусы, можно доехать. Я думаю, смысл в этом нет. Приятных прогулок и до Новоснечной улицы к Москве.